Всем здравствуйте! С вами на связи Леня Монотиаду. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я вот в таком творческом хаосе на голове, но все-таки у нас еще пока лето, поэтому отпускать волосы как-то не очень-то хочется. Жарко. Что мы будем с вами рассматривать сегодня? Сегодня мы будем рассматривать расклад, который называется «Вкусы моих ресурсов». Поскольку там будет достаточно большое количество вопросов, я сделаю всего две позиции. Это красненький и зелененький камешек, пускай они будут так и лежать, да, как лежат. Первая позиция будет красненький камешек, вторая позиция зелененький камешек. Пока я буду отсылать колоду, вы загадываете для себя позицию, а я сделаю небольшой анонс касательно пятничных акций. Очередное изменение в условиях пятничной акции. Если вы уже когда-либо участвовали в пятничной акции и хотите поучаствовать еще раз, у вас есть такая возможность на бесплатной основе, а далее, если вам понадобится моя помощь, будет только на платной основе. Если вы никогда не участвовали в пятничных акциях и хотите поучаствовать, то у вас есть такая возможность поучаствовать дважды. То есть в общей сумме, в общей сложности дважды есть возможность возможность поучаствовать для тех, кто никогда не участвовал, а для тех, кто уже когда-то участвовал, независимо от количества, у вас есть еще один шанс, еще одна возможность поучаствовать бесплатно. В дальнейшем только на платной основе. Я надеюсь, это будет честно, и вы со мной согласны. Ну, а если не согласны, все равно как-то поменять, либо повлиять на эту ситуацию вы не можете. И еще один небольшой, небольшая такая информация о том, что если вы хотите связаться со мной, у вас есть только возможность по почте, почта описана в описании к этому видео, либо через Инстаграм. Все остальные сети для себя я закрыла, то есть у меня нет ни Фейсбука, ни контактов, то есть можете не искать, есть только Инстаграм и Ютуб-канал. Поэтому, если хотите связаться со мной, либо по почте, либо подписывайтесь на мой Инстаграм-канал. Мне кажется, там тоже достаточно много пишу статьи. Это, скорее всего, один-единственный оставшийся ресурс, который я оставила. Для меня он достаточно живой, такой активный, где я могу писать свои мысли. Да, то есть Инстаграм все-таки для меня, лично для меня, да, для всех остальных это площадка больше для фотографий, для картинок. Для меня все-таки еще остается тот ресурс, где я пишу посты. Иногда они бывают достаточно большие и не умещаются полностью. Вот такой информацией я хотела с вами поделиться. Но мы приступаем. Итак, вкус моих ресурсов буду рассматривать на двух колодах. На колоде Таро Шаманов и на Эпическом Таро. Если вы готовы, с вашего разрешения я приступаю. Итак, позиция номер один – красненький камешек. Эту позицию мы отодвинем. Сегодня у нас благовоние. Я выбрала Леванту. Вот такая, знаете, для успокоения больше. Вот так, чуть открою дверь. И мы давайте с вами приступим. Итак, вопрос номер один. Какой ресурс мне нужен сейчас? Какой ресурс мне нужен сейчас? О, прекрасно. На самом деле, вам действительно сейчас нужны ресурсы по причине того, что у вас происходят очень серьезные перемены. Очень серьезные перемены касательно разрушения. И поэтому сказать, что вот вам нужны сейчас какие-то... Извиняюсь. Сказать, что вам нужны сейчас силы – это да, но дело в том, что пока идет процесс разрушения, процесс перемен, вкладывать во что-либо сейчас, мне кажется, было бы не самым разумным. То есть на данный момент вам желательно было бы как-то немножечко, знаете, успокоиться и разрешить, то есть не сопротивляться. Потому что чем больше вы будете сопротивляться тем процессам, тем переменам, которые происходят у вас в жизни, а здесь перемены происходят внезапные, неожиданные, да, и как защитная реакция хочется что-то сделать, да, впуститься как-то в бой, как-то возможность себя сохранить. Но у вас идут как раз-таки здесь по башне разрушения. Разрушение ваших прежних сценарий, то есть здесь вам высшие силы помогают вселенная, ваша душа, не важно, как вы это будете называть, избавиться от того, что уже отжило себя, то, что должно уже измениться, то, что должно прийти к какой-то новой основе. То есть здесь не нужно держаться за то, что уходит. Позвольте просто этому быть. Поэтому если говорить как ресурс, да, какой ресурс вам нужен, я бы сказала больше спокойствия, да, больше какого-то вот, возможно, равнодушия, да. Не мешайте любыми способами, какими можете, не мешайте тем разрушениям, которые происходят. Если уходят какие-то люди, оставьте, отпустите их, пускай уходят. Если уходит какая-то ситуация, разрешите ей просто идти. Здесь идут перемены, неожиданные, неприятные, но тем не менее перемены. Давайте посмотрим на этой колоде, какой ресурс вам нужен сейчас. Вот вам как раз-таки и нужно. С одной стороны идут процессы разрушения, с другой стороны процессы исцеления. То есть для того, чтобы вы исцелились, для того, чтобы вы как-то знаете, вот здесь идет такой образ некого бывшего источника, да, фонтана какого-то, который одно время забросали камнями, да. И вот для того, чтобы этот источник заново заработал, для того, чтобы вода вышла, да, начала фонтанировать, нужно немножечко убрать вот эти вот камни, расчистить площадку, для того, чтобы было место, чему исходить. Вот сейчас как раз-таки с одной стороны у вас, для того, чтобы вы были в единении с собой, для того, чтобы вы могли фонтанировать чистые энергии, да, для того, чтобы у вас было вот это вот состояние некого такого блаженства, успокоения, наслаждения, удовольствия, да, очень многое должно разрушиться. И первично должно разрушиться не вовне, а первично должно разрушиться внутри вас, да, внутри какие-то ваши картинки мира должны не то, что обязательно уйти, но они должны видоизмениться. И это основа того, что сейчас происходит. Здесь какие-то шаблоны, да, слетают, здесь однозначно ваше эго будет сопротивляться тем потерям, которые будут происходить, но так должно быть. Вот вам на данный момент, я бы сказала, нужно некое такое понимание и ресурс как смирение, да, но смирение не потому, что я бессилен, да, что-то сделал в той ситуации, которая происходит, а именно осознанности, да, вот именно смирение в контексте. И я понимаю, что то, что уходит, это должно уйти. Да, мне это неприятно, да, мне это некомфортно, но я позволяю этому случиться. Хорошо, дальше. А что же вас наполнить? Что же вас сейчас может наполнить? Знаете, вот именно какая-то осознанность, да, принятие решения, может быть некая такая холодность, рассудительность, то есть не включать эмоции. То есть сейчас не тот период, когда надо как-то переживать, волноваться, тревожиться за что-то, да. Наоборот, я бы сказала, даже не включать какую-то воинственность. Если даже и хотите быть как-то вот строгими, серьезными, только в контексте собрать себя, да, то есть не позволять себе расплескиваться, да, или как-то так растекаться в своих эмоциях, а наоборот быть как-то собранными, да, быть сфокусированными на том, что происходит. Можно даже анализировать, можно даже замечать. Но здесь вот как раз-таки нужно собрать себя и включить некую такую, знаете, структуру, понимание, то есть умение видеть, для чего и что сейчас происходит, почему это происходит, для чего. Какое-то вот такое вот понимание, оно даст вам внутреннее расслабление, то есть не сопротивление со мной случилось, и я не понимаю, что со мной случилось, а именно умение вот этого проницательности, да, видеть то, что со мной сейчас происходит, и то, что те перемены, которые происходят, а у вас происходят перемены, они вам во благо. То есть вам нужно еще и увидеть, мало того, что увидишь, что происходит, причину следственную связь, а еще и какие блага, то есть вот эта вот созидательность, да, какие блага мне это в дальнейшем принесет, то есть не что плохого, а именно что хорошего, то есть к чему меня вообще все это ведет. Поэтому именно вот такая вот, знаете, решительность и осознанность вас будет сейчас наполнять. Здесь ощущение некого какого-то внутреннего стержня, да, как будто бы когда вода начинает замерзать, то есть эмоции начинают замерзать, появляется холод, а у него появляется структура, то есть у льда есть некая структура. Если с водой как-то сложно, да, то у льда есть четкая, конкретная, понятная структура. Вот именно понимание, да, структурирование вас наполнит. А что еще? Именно понимание того, что происходит, происходит ради того, чтобы вы пришли именно в архетипическое состояние императрицы, да, человека достаточно земного, достаточно плотского, то есть человек, который не летает где-то в облаках. Здесь наверняка очень много было каких-то вот, такие, знаете, искаженных пониманий, да, вот не хватает некой такой заземленности, не хватает конкретики. И здесь по императрице наполнит вас вот это вот именно ощущение удовольствия, что окей, что-то я теряю, но все-таки что-то я уже имею, да, что-то я уже приобрел, приобрела. И на этом нужно сакцентироваться. На том, что, возможно, у кого-то из вас уже есть семья. Вот здесь вот ценности, да, они какие-то должны быть более реальные. Здесь вот ощущение того, что с вас спадают вот эти вот иллюзорные какие-то флуиды, и остается суть, да, остается вот то настоящее, что и должно быть на самом деле. У императрицы, да, вот приходите как-то, может быть, к пониманию того, кто вы есть. Вот какая-то ваша суть, но она не воздушная, какая-то запредельная, внеземная, да, какая-то астральная. А действительно конкретные вещи. То есть если я живу в теле, если я живу на земле, то меня наполнят вот какие-то именно земные удовольствия, да, на данный момент. Пока все происходит, мне нужно хотя бы получать удовольствие от того, что у меня есть кровать, что я могу выспаться, да, те, кто, у кого есть такая возможность, да, потому что это тоже стало каким-то, не знаю, роскошным шансом. Как-то вот наслаждаться больше естественными, нормальными, земными процессами, получать удовольствие от еды, получать удовольствие от расслабления, получать удовольствие от простого человеческого общения, от внимания, от заботы. Либо вы даете кому-то, либо кто-то другой. Вот здесь вот как-то успокоение и не лететь вперед паровоза, да, то есть здесь не скорость нужна, а здесь наоборот, убрать вот эту вот спешку, убрать вот это все не нужно и больше сфокусироваться на том, что вы имеете на данный момент. Именно имеете, не то что теряли, это важно. Хорошо. Какие шаги вам необходимо принять на данный момент? Слушать себя. Вот смотрите, да, опять-таки, все говорит о том, что, возможно, та перестройка, да, внутренняя ваша, которая происходит, да, для того, чтобы понять как раз-таки то, что вам не хватает вот этой структурности на данный момент, да, понимания, оно к вам придет через то, что вот прошлое, оно должно уйти. Вот это прошлое, оно вводило вас в состояние какого-то затворничества, да, вот это вот разделение. Это бывают такие состояния, когда очень долгое время зависаете в соцсетях, вроде бы время прошло, да, внешний мир там что-то там происходило, а у вас в жизни как будто бы ничего не произошло. То есть я что-то делаю, да, вот иллюзия создания какой-то вот бурной деятельности. И у вас вот это вот сейчас уходит, да, разделение того, что есть мир и есть мой внутренний мир. Вы долгое время были вот в этом своем внутреннем мире, в разделении от внешнего, то есть не было контакта с какой-то реальностью, да, и сейчас, возможно, и будет такое вот ощущение некого просыпания, я проснулся, и такое ощущение, что вот как будто бы мир изменился, да, на самом деле это не мир изменился, это вот вы как будто бы действительно стали больше включены в этот мир, да, не в какие-то свои виртуальные мыслительные процессы, да, либо что-то там, какие-то мечтания, а здесь вы как будто бы действительно включаетесь в этот мир, да, просыпаетесь, начинаете замечать больше вещей, начинаете обращать внимание больше на какие-то повседневные, обыденные моменты. И вот вам как раз-таки и нужно больше слушать себя, убрать вот это вот разделение, да, больше выходить в мир, больше коммуницировать, потому что здесь на двойке бубенов нарисован человек, находящийся в медитативном состоянии, у него себя в квартире, но при этом окно-то у него закрыто, то есть он абстрагируется, да, каким-то образом от внешнего мира, да, чтобы внешние шумы его не мешали. Но ведь внешние шумы и есть реальный мир, да, то есть то, что вы внутри себя ощущаете, это иллюзия, чистая субъективность, а реальный мир, он вне вас на данный момент происходит. Почему вы находитесь внутри себя? Потому что вы не можете проживать в той реальности, которая вас окружает на данный момент, она вас не устраивает, есть вот эта вот борьба, и поэтому сейчас идет как раз-таки разрушение вот этих вот границ между вами и той реальности, которая происходит. И вам в этот момент очень важно слышать, слышать, прислушиваться к себе, что говорит вам ваша внутренняя, что говорит вам ваш голос, да, не быть, находиться внутри себя в размышлениях, есть разница, а уметь слушать свое тело, плотское, да, вот то, что я говорила, это когда вы прислушиваетесь к тому, что голодные вы, жарко ли вам, холодно, есть ли какое-то ощущение тяжести, это и есть заземление, да, в момент, здесь и сейчас. Больше слушайте себя, захотелось куда-то пойти, пошли, захотелось что-то сделать, сделать. Не акцентируйтесь на том прошлом, оно должно уже уйти, ваше прошлое должно уйти. Знаете, вот здесь на вопрос, какие шаги, да, вам необходимо принять больше, вот именно взаимодействие с внешним миром, да. Есть какая-то вот такая некая эгоистичность в контексте того, что я держусь за то, что у меня есть на данный момент, я не хочу это отпускать, потому что в какой-то степени когда-то для меня это было ценным, но при этом я хочу еще и то, что есть какие-то, возможно, возможности, да, какие-то действия, то есть здесь есть удержание с одной стороны прошлого, но должно быть понимание, что если вы это прошлое не отпустите, новому нету места, да, негде прийти. Здесь изображена девушка, которая держит в своей руке свечку, но при этом она пришла подгореться, да, к свечке одной единственной, которая находится рядом с мужчиной. И вот в этом, вот в этой паре, вот в этом тандеме, да, то есть она не готова делиться, она не готова открываться, то есть делиться свое, она не готова поставить свою свечку, которую она держит в руках, рядом с той свечкой, которая находится в земле с ее спутником, да, то есть разделить что-то, отдать свое, но при этом она хочет взять, да, и вот в этом есть какая-то такая некая бедность, то есть я не готова отдать, да, я не готова делиться теми ресурсами, которые есть у меня. Почему? Потому что, скорее всего, есть страх, да, страх вот этой вот потери, что как будто бы это последнее, нету вот этого вот доверия, нету вот этого обмена вашей жизни, и он должен войти. Поэтому на это вам нужно обратить внимание, да, и как минимум коммуницировать с людьми. Что придаст мне уверенности и силы? Что придаст вам силы? Была верховная жрица. Понимание того, что все, что происходит, происходит с какой-то определенной целью, то есть вот здесь, вы знаете, здесь глубокие знания. У верховной жрицы всегда есть глубокие знания именно вселенские, да, то есть здесь вот понимание того, как устроены законы мироздания, что если я что-то хочу получить, не надо для этого как-то, вы знаете, вот может быть спешите, торопиться, то есть все, что должно к вам прийти, все, что ваше, оно будет, ваша задача уметь взаимодействовать с миром из состояния спокойствия, да, то есть почему мы тревожимся, почему, чего мы боимся, мы боимся, что нам чего-то не достанется, мы боимся, что нам чего-то будет не хватать, да, вот именно недостаток каких-либо ресурсов он нас пробуждает, вот именно вот инстинкт самосохранения, мне нужно что-то делать, но попробуйте ничего не делать, вообще ничего не делать, вы увидите, насколько это сложно, что на самом деле само по себе бездействие, оно уже несет в себе смысл какого-то конкретного действия, я не говорю, что вам здесь нужно просто сидеть и ждать, а вам придаст вот эта вот уверенность, понимание слов, что все, что мое, да, все, что оно значимо, важное, то, что вы сейчас теряете, да, то, что у вас сейчас разрушается, оно останется с вами, а если оно и уйдет, то придя, если так должно будет случиться, оно придет уже в видоизмененном состоянии, более созвученном с вами, поэтому вот эта вот глубина, да, спокойствия, доверия, да, доверия тем процессам, которые сейчас происходят, я никуда не тороплюсь, верховная жрица, это женщина достаточно зрелая, да, она девственная, девственная, она чиста в своих побуждениях, да, в своих намерениях, но это женщина уже опытная, которая знает, что нужно сделать, в нее ключевое состояние равновесие, быть в равновесии, быть в балансе, и вот вам вот эти вот качества, да, и придают уверенности, когда вас не кидает из стороны в сторону, да, когда вы не катаетесь на этих качелях, сегодня хорошо, а завтра для уравновесия, для баланса должно быть что-то плохо, вот чтобы вас в это не кидало, вы должны быть в неком таком балансе, да, и спокойствии, у меня сейчас образ пришел, конечно же, это про другой аркан, но в любом случае, у меня он очень-очень уместный, но вспоминайте старые весы, на базаре, где были две чаши, и для того, чтобы взвесить продукт, надо было, чтобы вот это вот колебание продукта, и гири, которые положили на другую чашу весов, чтобы оно успокоилось, да, то есть пока есть вот это вот колебание, мы не можем понять вес данного продукта, который завершен, только когда происходит уравновешивание, да, когда приходит спокойствие, нет вот этого вот колебания, только тогда мы и понимаем цену и стоимость продукта, то есть ценность, ценность того, что происходит, вы понимаете тогда, когда вы сбалансированы сами собой, когда вы договорились сами собой, когда вы находитесь в некой такой тишине и спокойствии, Когда нет в вашей голове вот этих вот сомнений, да, внутреннего диалога, разговора, когда кто-то непонятно внутри меня, опять-таки непонятно, с кем разговаривает, кто эти голоса, с кем они разговаривают, если я в едином числе, внутри себя. Да, давайте посмотрим на этой колоде эпического Таро, что вам придаст уверенности и силы. Вы знаете именно независимость, да, некая такая независимость, но королева Жезлов в данной колоде, это Феникс Жезлов, а здесь ошибка, да, здесь сфера, королева Пендакли, а мне показала сфера, значит, оговорочка была не случайной. Некая такая независимость от ресурсов, независимость от, знаете, материальных вещей, то есть, здесь опять-таки идет, да, вот это вот успокоение и наслаждение. Понимание того, что уже все есть у вас, что вам необходимо, да, как минимум, я не говорю, что вам не нужно мечтать, что вам не нужно желать, но здесь вам нужно понять и осознать ценность того, что вы хотите, вот именно как будто бы перестройку своих ценностей сделать здесь. Хорошо, в чем заключен мой скрытый потенциал? Ну, умеренность, да, умеренность. В чем ваш скрытый потенциал? Ваш скрытый потенциал как раз и находится в спокойствии, в ожидании, в терпении, но эти качества, да, вот ожидания и терпения, как правило, мы и на их рассматриваем с негативной точки зрения. Я хочу, чтобы вы увидели с другого ракурса, да, посмотреть, что ожидание – это, знаете, вот состояние предвкушения того, что что-то будет, и оно будет, потому что я в это верю, но я в это 100% не включен, не зациклит. То есть то, что вот ваш скрытый потенциал, он находится вот именно вот в этом успокоении, то есть в яснознании, я четко знаю, что в моей жизни все будет хорошо. И оно придет, я в этом уверена, вот здесь вот не хватает какой-то вот уверенности, да, которая придаст вам вот это вот спокойствие. А спокойствие это получится как раз-таки от тех вселенских знаний, да, по верховной жрецы, которые у вас есть. То есть вам, ваш потенциал в том, когда вы не акцентируете на уме, а акцентируете на своих состояниях, да, то есть когда включается ум, он начинает волноваться, он начинает баламутить вот эту вот воду, да, сотрясать пространство, и, ну, ничего не происходит. Вот ваш потенциал, он находится именно в спокойствии, в терпении. То есть, знаете, от того, что вы сделали, например, заказ через интернет, вам сказали, что ваша посылка уйдет там через две недели, от того, что вы будете переживаться, от того, что вы будете названиваться, от того, что вы будете совершать ненужные действия, да, вот эту вот какую-то суету, ваша посылка не придет раньше. То есть вы сказали через 14 дней, значит, она придет через 14 дней. То есть, ну, есть какие-то процессы, которые должны, на которые вы поверять не можете. И вот здесь вот по умеренности, аркан умеренности говорит о том, что процессы запущены. Результаты мы не видим пока, потому что они внутренние, и они очень медленные, да. Умеренность – это все-таки умение балансировать две стихии, воду и огня. Они обе уравновешены. То есть в одном я хочу бежать куда-то, торопиться, а в другом я нахожусь в какой-то некой такой посильности. И вот нужно балансировать между двумя этими стихиями, что и дает нам умеренности. Вот ваш скрытый потенциал – умение уравновешивать это, да. То есть где-то нужно подождать, да. Терпеливо совершать те действия, которые вам привычны, которые вам известны. А где-то нужно, наоборот, не терять свою надежду. Здесь вот надежда на то, что произойдет, то, что произойдет. И пока она произойдет, я буду радоваться, наслаждаться то, либо тем, что уже имею. Так, о чем заключен скрытый потенциал по этой коммунити? Этическая таро нам говорит о «Восьмерке мечей». о том, что смысл этого аркана говорит о том, что помощь приходит оттуда, откуда вы даже и не ожидаете, и даже не подозреваете. И для того, чтобы случилось, да, для того, чтобы помощь пришла, иногда... Здесь прям, я не знаю, как вам показать. Мне кажется, эпическая таро надо рассматривать, а не рассказывать о нем. Вот, посмотрите, вот здесь вот «Восьмерка мечей». Смысл, что девушка, она прикована к скале, да, и она не может освободиться. И приходит дракон, да, который держит меч в своем сердце. И казалось бы, да, он готов убить эту женщину, но в руке у него цветок. Да, то есть суть этого аркана заключается в том, что помощь приходит оттуда, откуда вы не ждете. А в данном случае, что помощь приходит как раз таки от того дракона, который хочет ее убить, но на самом деле он ее не будет убивать. Почему? Потому что он готов подарить ей цветок в виде сердца, при условии того, что будет взаима, такая, знаете, выгодная помощь, да. «Я исцелю сердце своего врага», говорит этот аркан, «а взамен он поможет мне разрушить те цепи, которые приковали меня к той стене, либо к тому зданию, да, где вот прибитая эта девушка». То есть прежде чем получить какую-то помощь, поймите мотивы своего врага, в кавычках, да, помогите ему исцелить его боль, и в знак благодарности он поможет вам, да. Поэтому в чем заключен ваш скрытый потенциал, это в умении понимать мотивы других людей, в умении помогать, вот какой-то, знаете, вот взаимовыгодная какая-то выручка, умение видеть, скорее всего, в людях то хорошее, когда уже другие не ожидают. Когда, возможно, другие видят что-то негативное, вы просто потому, что даже когда вы находитесь в положении нуждающего, да, вы готовы прийти на помощь к другому человеку. И иногда та помощь, которую вы хотите получить, она приходит как раз-таки из совсем противоположных источников, откуда вы вообще ее не ожидали. Это, знаете, как знак благодарности, да, знак того, что когда вы помогаете кому-то, да, не обязательно, что помощь, либо, условно говоря, обратка, она придет к вам от этого же человека, она может прийти от любого другого источника. И вот ваш скрытый потенциал, он в этом и заключается. То есть умение дарить, умение помогать, умение отдавать этому миру то, чем вы наполнены. И мир вам будет возвращать через самые неожиданные, самые непредсказуемые ресурсы, ту благодарность, да, возвращать вам свой долг, который вы когда-то, может быть, отдали просто так этому миру. Вот в этом ваш потенциал. Здесь хочется даже сказать о каких-то, может быть, выигрышах. Может быть, у вас иногда приходят какие-то материальные блага, выигрыши, неожиданно, да, и вам кажется, а, я просто выиграл. Нет, на самом деле это благодарность мира за то, что кому-то когда-то вы, быть может, помогли, либо сделали что-то хорошее такое. Вот в этом ваш потенциал. Хорошо, что мне нужно, чтобы почувствовать себя счастливым, счастливой на данный момент отшельник? Здесь нужно соединить свои части, да, здесь нужно собрать себя воедино. Здесь есть какая-то вот разрозненность, но я опять-таки говорю, что ведущая карта данного расклада говорила о том, что у вас идут разрушения. Разрушения идут для того, чтобы вот все ненужное ушло, чтобы вы увидели свою суть, да, чтобы вы забрали свою энергию и перестали подпитывать, возможно, тех людей, которые уже должны уйти, а вы за них держитесь. Возможно, ситуации, которые уже не работают, да, а вы за них еще держитесь, за какие-то воспоминания. То есть оставить прошлое позади, да, здесь больше сфокусироваться именно на своей собственной энергии, да. Вот стать вот на энергию нужно здесь как-то вам каким-то образом стать немножечко жадиной, да. То есть здесь знаете какая информация? У вас большой потенциал энергетический, и из-за того, что вы его не реализовываете, в вашей жизни появляются вам первые, для того, чтобы вам помочь в этом, да. Это могут быть какие-то ситуации, это могут быть люди. Вот вам нужно понять как раз-таки, а какие ясные цели, конкретные, да, какие действия я хочу, вообще свое желание понять, и для того, чтобы их реализовывать в будущем. Для этого вам понадобится потенциал. И тогда вам не нужно будет разбрасывать, разбрызгивать свою энергию, подкармливать вампиров, либо отдавать свою энергию в прошлое, а вы ее четко сконцентрировав на себе, в себе, да, будете направлять в правильное русло. Здесь получается по отшельнику, что здесь надо собрать себя, да. А, я не знаю, как еще иначе сказать, надеюсь, понятно. И вот вы как будто бы не в себе, а в другом человеке, в любых проблемах, в его мысли, где-то в прошлом, где-то там, где-то сям. То есть вот эти вот нити, они как будто бы как щупальцы, да, вовне ушли. А сама основа, она у вас как будто бы пустая стала. Потому что для того, чтобы подержать вот эту щупальцу и то, что с ним связано, да, за что он держится, вам нужен ресурс. Для того, чтобы подержать что-то другое, вам нужен ресурс. Вы свои ресурсы отдаете, а внутри вас не хватает для себя, для реализации своих целей, своих желаний, да, своих надежд. И вот вам нужно как раз-таки забрать вот эти вот щупальца, отпустить вот эту вот всю энергию, чтобы ее в вас стало больше, и вы смогли сделать, создать на ее основе то, что вам хочется. Что еще поможет вам почувствовать себя счастливым? Знаете, какое-то новое видение реализации своих идей, да, вот вам какой-то новизны не хватает на данный момент. Может быть какого-то разнообразия в жизни, да, то есть на основе какого-то своего прошлого опыта, то есть да, окей, вы там что-то поняли, вы что-то осознали, сделайте выводы и отпустите. Просто сделайте выводы и отпустите эту ситуацию. А на основе этих выводов включите свой ум, то есть не отказывайтесь, коль у вас он есть, да, и это эго, направьте его в правильное русло, на то, чтобы он находил какие-то новые идеи для реализации своих желаний, да, то есть включайте свое мышление именно на то, что принесет вам блага, да, того, что какие действия вы можете сделать, да, вот именно на планирование, то, что я говорила о Королеве Мечей, да, вот про этой структуре. То есть понимание, что нужно мне сделать, как мне воодушевиться. Это когда старое отпустили, сил стало больше, ресурсов стало больше, это вас воодушевляет, вам нужно что-то новое увидеть, расширить свое сознание, для того, чтобы пришли еще больше идей, да, еще большее желание, и у вас будет сила на это. Какие качества необходимо в себе возрастить на данном этапе жизни? Вот каких качеств вам их направят? Знаете, опять вышло десятка луков опять, то есть, ну, в унисон с разрушением. Вам нужно разрушить ваши, как раз таки, вот эти вот ваши идеалы, да, то, что было в прошлом, вам не хватает, я бы сказала, избавления от того, что вам мешает, от того вот этих вот ваших шаблонов, что вас формировало. Вам не то, что какое-то новое качество нужно, а вас уже всего достаточно, вам наоборот нужно лишнее убрать. Здесь вот это вот, нужно разрушить в голове какие-то свои стереотипы, какие-то свои уже ненужные причинно-следственные вот эти вот цепи, логические какие-то взгляды, убеждения. То есть, вам нужно решить себя. Вот слишком много у вас всего в голове. А если все-таки говорить о качестве, то, наверное, качество вовремя очищать себя от ненужного, да, вот какие-то чистки именно ума, то есть не только физического тела, но и ментального, да, то есть вот нужно уметь убирать лишнее, уметь разрушать ожившее, чтобы потом не происходила башня, которая это сделает все за вас намного сильнее, стукрат болезненнее и стукрат как-то непредсказуемо и неожиданно. То есть периодически очищайте свой ум от всего того, что не нужно. Для чего? Для того, чтобы не происходили разочарования. А тройка мечей в этой колоде говорит о том, что все люди гонятся за какой-то правдой, да, хочу все знать, хочу знать правду, вот скажи мне правду, да, но при этом, если бы люди знали, что насколько больно может сделать правда, а здесь у нас как раз-таки должны уходить вот старые вот эти вот стереотипы и убеждения, то, коль вы гоняетесь, да, либо гонитесь за этой правдой, вам нужно быть ответственным человеком. То есть когда вы узнаете правду, с этой правдой надо уметь жить в дальнейшем, то есть надо взять ответственность за свое желание, да, и здесь получается то, что вам не хватает какого качества, некой такой ответственности. Да, я хочу что-то поменять в своей жизни, я хочу что-то сделать, но когда я узнаю, что мне нужно сделать, я для этого ничего не делаю. И почему? Потому что я сталкиваюсь с той правдой, возможно, всплывает эгоизм, возможно, какая-то гордыня, возможно, лень, возможно, еще какие-то негативные качества в себе, и я не могу с этим справиться. То есть уже как было раньше, я не хочу, я понимаю, что мне это не нужно, а по-новому не могу, потому что есть качества, которые надо разрушать, да, лень, там, я не знаю, страхи какие-то, вот, и поэтому... Говорить о каких качествах, да, вам нужно, я бы сказала, зрелости, да, именно взрослости какой-то. То есть если вы что-то хотите, несите за это и ответственность. Именно за действия, не то, что вы как человек безответственный, а именно вот за эти действия, за знания, вот то, что вы хотите знать, то есть не просто приобретайте знания, а что-то с ними в дальнейшем надо делать. То есть если вы их не практикуете, нету смысла, то есть зачем вам знать то, что вы не будете использовать в своей жизни, потому что когда вы не используете, вот эти вот лишние знания в вашей голове, они скапливаются, и для их существования нужна энергия. А поскольку она не аккумулируется, ведь вы их не используете на практике, она начинает гнить и разрушает вас, то есть вам это становится уже в тяжесть, да. Я много знаю, а толку никакого. Вот здесь вот про это. То есть умение фильтровать информацию, да, умение убирать лишнее и ненужное, и быть ответственным за то, что вы изучаете, за то, что вы просите, либо то, что вы хотите. И вот мы сразу как раз давайте посмотрим с вами, какая ваша слабая сторона и в чем ее ресурс. То есть не просто посмотрим в слабую сторону, да, какая у вас, а именно в чем ее ресурс. Слабая сторона здесь. И слабая сторона здесь. Вот как раз-таки девятка мечей в колоде эпического тару и говорит о том, что вы удерживаете какие-то мысли, да, и становитесь заложниками, да, то есть вы попадаете в тюрьму, вы становитесь заложниками своих собственных мыслей, которые крутятся, крутятся в вашей голове, да, и вы не можете выйти из них. То есть очень много думаете. А с другой стороны, ваша слабая сторона по девятке бубна, да, по девятке педакли, она заключается в каком-то, знаете, вот таком немножечко эгоистичном состоянии удовольствия. То есть мне хорошо, и я ничего не хочу поменять, да. А меня все устраивает, меня все удовлетворяет. Зачем мне вообще куда-то двигаться, что-то делать? Но при этом другая карта говорит о том, что вот ваши мысли, они все-таки приносят вам какой-то дискомфорт. Ваши мысли, они все равно как-то крутятся, и вам становится тяжело. То есть с одной стороны, ваша слабая сторона заключается в том, что вы хотите жить в удовольствии и в принципе, ну, если так можно сказать, условно говоря, некая такая лень. Я не хочу ничего делать, да, я просто хочу, чтобы у меня это было. То есть я никого не трогаю, меня чтобы никто не трогал. И все равно вот эгоистичная потребность ничего не менять, да. Какая-то, почему эгоистичная? Потому что в ней нет развития. То есть я хочу это для себя, я хочу, чтобы мне было хорошо, я хочу наслаждаться. Но при этом в этом наслаждении удовольствия, да, ну, нету, скорее всего, даже нету и удовольствия, потому что это стабильность. Я ни с кем не делюсь, я ничего никому не рассказываю. Я все держу про себе. Вот это вот ваше ключевое здесь по всему раскладу проходит, потому что все, что у меня есть, все мои ресурсы, помните, я говорила ранее по пятерочке, пятерке педапли, пятерке свет, о том, что я все, все мое я держу при себе, я не готова делиться с кем-то, я не хочу. Не хочу впускать в свое пространство других людей, я не хочу что-то делать для других. Даже и самого себя я не хочу менять, потому что меня все устраивает. И вот этот вот вопрос меня все устраивает. С другой стороны, он порождает некое неудовлетворение, потому что в нем нету движения. То есть меня все устраивает, у меня все хорошо, у меня свое теплое болото. Зачем мне еще какая-то холодная вода свежая для того, чтобы происходило обновление. Нет. То есть я в своем уме. Вот это, знаете, какой-то вот обман. И сейчас как раз таки ведущая карта, с чего мы начинали с башни, говорила о том, что эти иллюзии, они разрушаются, да? О том, что у вас в жизни все хорошо. Это обман, да? Как это? В Багдаде все спокойно. Да не спокойно в Багдаде, да? Есть и воры, есть еще и обманщики. То есть нету. Вот в этом-то и есть сам обман в том, что вам хорошо, вам нехорошо. Вам удобно, но вам нехорошо. Потому что если бы вам было хорошо, не попадала бы девятка мечей, говорящие о том, что я нахожусь в тюрьме своего ума. Я заложник, я раб своих мыслей. Не я управляю, а они управляют. И я не могу выйти. Они мне говорят о том, что у тебя все хорошо. Но глубоко в душе я чувствую, что мне нехорошо. Это ваша слабая сторона. Но в чем же ресурсы, да? В том, что когда вы получаете удовольствие, да, вот в этом своем удобстве, оно дает вам преимущество некого такого спокойствия. И вот это вот спокойствие, это то, что вам необходимо на данный момент. Пускай будет сейчас, возможно, комфортно. И я не хочу ничего делать, я не хочу ничего совершать. Но на данный момент вот в этом комфорте, вот в этой известности, да, в этой стабильности есть ваш ресурс некого такого успокоения. Знаете, вот некой передышки, исцеления. С другой стороны, позитив того, что вы находитесь заложником своих собственных мыслей, понимание, дает вам понимание того, что осознание, что теперь я понимаю, да, что это все-таки тюрьма. А раньше я этого даже не замечала, я раньше этого даже не видела. И поэтому вот эта вот девяточка не плюс того, что наконец-таки вы это увидели, наконец-таки вы осознали, что происходит, что вы так уже не хотите. То есть раньше вы этого даже не замечали. Вы это верили, вам казалось, что это ваша реальность. То есть быть внутри себя, быть как-то отделенным, разделенным. Здесь вопрос именно в разделении между вами и другими людьми. Да, то есть границы вот эти, вот рамки ставит эго. Я не говорю уже створяться других людей, а я говорю именно взаимодействовать. А вам было хорошо только самим собой. То есть очень малое количество людей, которые могли вас понимать, да, то есть вы предпочитали больше одиночества. Почему? Потому что сложно было заметить, да, единомышленников, сложно было убедить тех людей, которые могут вам помочь в необходимый вам момент. А я уверена, что вам и сложно было просить о помощи, да, потому что здесь это как раз-таки и являлось вашим скрытым потенциалом. То есть умение просить, умение замечать помощь, да, умение видеть вот эти вот новые возможности. И сейчас то, что происходит у вас в жизни, это вот это вот полное разрушение, да, полная перестройка внутренняя на основе ценностей. То есть здесь спадает, спадает пелена, и вы начинаете видеть мир его реальных красок, да, и постепенно вы будете выходить. В чем ваши сильные стороны, в чем их ресурсы? Вот ваша сильная сторона в умении, знаете, вот именно в ресурсе красоты, я бы так сказала, да, то есть умение видеть красоту во всем, да, вот какой-то неизирая на те сложности вашего характера, которые есть, да, достаточно сложные, непонятные. Вы непонятны даже себе порой, как человек. И вот такая состоявшаяся, уже стаканившаяся личность, которая сложно как-то меняется со скрипом, двигается вперед, но вот это вот внутреннее ощущение красоты, эстетики, умение замечать красивое в других людях, умение все-таки делать выбор. Второй вопрос, что вы его не делаете. Но умение по королеве мечей быть прорицательной, да, увидеть, что вот надо вот туда идти, надо вот это сделать, у вас есть, это ваша сильная сторона, вы умеете делать правильный выбор. Но вы ему не соответствуете, в частности, ну, в большинстве своих случаев, то есть внутри вы чувствуете, вы знаете, у вас есть этот контакт с самим собой. Но почему-то выбираете, может быть, потому что вам нужен какой-то более сложный путь, да, для понимания сознания, потому что с таким механизмом ума – это пища все-таки, да, любая сложность, любое преодоление, любая трудность – это вот пища для вашего ума, ему нужно подпитываться. И поэтому, возможно, вы выбираете сложный путь. Но ваша сила в каких-то, вот, знаете, еще даже и в парных, может быть, отношениях, в умении делать правильный выбор и в умении видеть красоту, красоту других людей, красоту мира, красоту своей собственной жизни – это то, что есть внутри вас. Поэтому вы это и замечаете в других людях. И, как говорится, красота спасет мир, она дает вам ресурс, она дает вам, наполняет вас. То есть, когда вы видите красоту, это не обязательно, там, в музей ходить, либо природу, да, что-то красивое. Вы можете просто замечать красивых людей, вы можете замечать красивую эстетическую одежду, да, либо какие-то красивые архитектурные здания. Вот это дает вам какой-то внутренний ресурс, кайф, удовольствие. О, как красиво, да. То есть, вы прямо дышите этой красотой, и у вас поднимается настроение. Либо какой-то фильм, либо просто красивых людей. Вот вы видите, вне зависимости от пола, да. И вот вам приносят эту музыку, может быть, какой-нибудь слушать красивую. И вот у вас поднимается настроение. Вот в этом ваш ресурс. На этой колоде что нам скажут? Ну, аркан мира. Мир, он во всех колодах и есть мир. То есть, в чем ваш ресурс? Именно ваши возможности, да. То есть, умение видеть возможность, умение их замечать. Быть в единении с самим собой. Вот это ваша способность. Просто, возможно, сейчас на данный момент как-то вам этого не хватает, да. Вот это вот единение с самим собой, внутреннего успокоения. То есть, умение видеть картинку полностью, умение видеть масштабность, глобальность. То есть, не только какие-то вот детали, а именно смотреть на любую ситуацию сферично, многогранно. Огромный потенциал здесь есть, огромный. Потому что все-таки аркан мира – это соединение абсолютно всех стихий. Это единение всего. То есть, когда человек находит Бога внутри себя, да. Вот на более возвышенном каким-то уровне. То есть, понимание того, как устроена Вселенная. Понимание того, как устроено все в этом мире. Поэтому это и называется-то карта мир. То есть, глобус, космос, какая-то масштабность, да, и единение. Вот в этом ваш ресурс и ваша сильная сторона. Вы видите возможности, вы умеете их замечать, вы знаете, как это делать. Вы умеете соединять людей, вы умеете преодолевать большие какие-то расстояния. Хочется сказать, знаете, какой-то сводник, либо сводник, может быть, людей сводите, да, как-то вот знакомите. Умеете, знаете, видеть, допустим, в разных культурах что-то общего, да. Вот это вот общее и в людях, да. Например, кажется, совершенно разные люди между собой, да. Но вы их познакомились и получилась какая-то пара. Либо, я не знаю, куда-то поехали и увидели какую-то схожесть, может быть, в природе. То есть, вот это вот место, оно похоже на другое. То есть, казалось бы, на первый взгляд, нет ничего общего. Но вы видите вот это вот единение, вот эти вот связи всего со всеми. Вот такой вот был первый расклад касательно вкуса наших ресурсов. Ой, огроменный расклад получился. Аж надо было одну позицию делать, да. Ну, коль я уже озвучила, два часа будет расклад. Хорошо, ладно. Ваша зелота, как говорится. Так, позиция номер один завершилась. Зелёненький камешек и позиция номер два. Какой ресурс мне сейчас нужен? Ресурс перестать убегать от каких-то необходимых решений на данный момент, да. Убегать от какой-то своей конкретной реальности в иллюзию. То есть, вам здесь нужно, знаете, принять именно те ситуации, которые сейчас с вами происходят. То есть, есть какие-то дела, которые вам необходимо сделать. И вы это знаете. Но, вместо того, чтобы совершать необходимые вам дела, потому что, возможно, они вас пугают, потому что здесь нужно будет делать то, что вам незнакомо, то, что вам неизвестно. И вот вместо этого вы отвлекаетесь, да, от каких-то насущных вопросов, от тех дел, которые нужно завершить, которые необходимо сделать. И вы придумаете себе какие-то другие дела. Ну, я не знаю, садитесь, например, читать какую-то книгу. О, вспомнили, что нужно позвонить подруге, да, либо еще что-то оставили, бросили, пошли почитать. Вот здесь речь идет про это. Поэтому, какой ресурс, больше, я бы сказала, некой такой сфокусированности. Здесь идет неуверенность. Вот как раз-таки в колоде Питческого Таро тоже здесь пятерка жезлов. Она говорит о том, что очень много людей каким-то образом говорят вам о том, как надо, что нужно. И карта здесь рекомендует о том, что только вы знаете свои планы, свои идеи, то, что вам нужно, как вам нужно. То есть не позволяйте другим людям каким-то образом влиять на те ваши идеи, на те ваши задумки, да, то есть на те дела, которые вам необходимо сделать на данный момент. То есть больше верьте, верьте в себя, то есть нету таких доброжелателей, да, которые будут вам говорить, как вам нужно сделать, потому что любое мнение, оно субъективно. И только вы сами знаете, что вам нужно. Только вы знаете свои собственные мотивы и понимаете, почему вы так поступаете, для чего вы так поступаете. И верьте в тот проект, в те идеи, в те, я не знаю, в те какие-то дела, которые вам необходимо сделать. Здесь вот держите их возле сердца, да, охраняйте какую-то очень ценную книгу и не позволяйте другим людям влиять на ход ваших действий. Здесь что одна карта говорит, семерка луков, о том, что вы как будто бы убегаете, да, вовне, да, убегаете, не сфокусированы. Есть какие-то сейчас моменты, которые в вашей жизни вот прям необходимо сделать, а вы этого не делаете. Почему? Потому что соседняя карта нам дополняет и говорит о том, что как-то, возможно, не очень-то уверены. Либо, наоборот, опираетесь как-то на других людей, может быть, кто-то ищет какую-то поддержку, извиня, ожидает, может быть, очень много даже слушает, прислушивается к мнению других людей. Здесь вам нужна решительность, да. Какой ресурс мне нужен сейчас? Решительность, уверенность и совершать действия по направлению реализации того, что вы для себя выбрали. Что меня наполнит? И здесь у нас выпадает повешенный. Что же вас наполнит? А здесь у нас выпадает умеренность, да. И та, и другая карта, в принципе, достаточно значимая, потому что повлиять как-то на это сложно, потому что на Великие Арканы затрагивают глобальность, да, тех ситуаций, которые происходят. Вот, и та, и другая карта говорит о некой остановке, о неких процессах, которые должны произойти, которые должны случиться. Но они очень медленны. Что вас наполнит? Пересмотр, да. Пересмотр, возможно, своих каких-то идей, каких-то своих ситуаций, смыслов, умения взглянуть иначе. Как-то, вот, знаете, осознанно остановиться. Здесь есть движение, да, вот вы как-то двигаетесь, что-то делаете, создаёте какую-то бурную деятельность. Но, в принципе, результат она вам не даёт. И поэтому вам карты говорят о том, что, ну, нету результата, вы их пока не получаете, поэтому, коль ничего не делаете, уже не делаете, это, как говорится, осознанно, да. Повешенный, он осознанно подвешивает себя за одну ногу, здесь две, в данной колоде Таро Шаманов, да, для того, чтобы пересмотреть, пересмотреть на свои действия. Потому что вот здесь, если вы посмотрите, да, солнце, луна, не солнце, а луна, она красная, да, кровавая, луна, некая такая жертвенность, да. То есть тщетность, надо пересмотреть тщетность своих поступков. То, что вы где-то как-то, может быть, жертвовали собой, либо своими какими-то желаниями, да, что ранее говорила пятёрка книг, да, пятёрка жезлов о том, что как-то больше слушались других людей, да, как-то больше были, возможно, жертвы обстоятельств. Вот неуверенность проходит здесь, вот прямо я её чувствую ещё. А здесь вам как будто бы необходимо пересмотреть это, где я давала больше, чем брала, где был нарушен этот баланс, где как-то жертвовала своими какими-то идеями, своими желаниями ради других людей, где как-то обманывала сама, либо обманывала сама себя, да. Вот здесь вот некая такая вот добровольность, да, принудительность. Вот она даёт какое-то здесь ощущение того, что а мне так и выгодно было, да. То есть когда я становлюсь заложником каких-то ситуаций, я как будто бы перекладываю ответственность на других. А если у меня нет ответственности, значит, мне дозволено как-то жаловаться, не знаю, поступать так, как я поступаю. Здесь какое-то вот оправдание, да, идёт именно своей несостоятельности, да. И карта повешенного говорит о том, что вот вам надо это пересмотреть. Вот вас наполнит полный пересмотр своей жизни. Увидеть её иначе. Увидеть, что нет удовольствия в том, когда кто-то за вас решает. Нет удовольствия в том, когда с вами просто происходят какие-то ситуации, а вы как отходы плывёте на поверхности, куда вас вытащат, туда вас и вытащат. Вот здесь вот пересмотрите. Это вас наполнит. Вы увидите какие-то вещи иначе. Нет удовольствия в том, что я беспомощный. Нет удовольствия и наслаждения в том, что я ребёнок, и меня лишают каких-то шансов, потому что, ну, спички детям не игрушка. Точно так же, как и секс. Зачем он нужен детям? Зачем нужны отношения детям? Они им не нужны, поэтому вы лишаете себя финансов, вы лишаете себя отношений, вы лишаете много чего себя. Вот прям только ради чего? Ради того, чтобы получить какое-то внимание, получить какую-то любовь незрелую. Вот здесь немножко зрелости не хватает, с одной стороны. А с другой стороны, что вас наполнит, то есть, с одной стороны, это от пересмотра, а с другой стороны, вас наполнит какое-то, вы знаете, успокоение. Ощущение того, что вы спешите, вы торопитесь, вы находитесь в постоянном каком-то движении, и в этом всём есть какой-то побег, да. Я убегаю, убегаю от себя, потому что если я остановлюсь и послушаю то, что говорит мне мой внутренний голос, мое внутреннее желание, я потом должна, я должен буду взять ответственность за этот внутренний голос и как-то его реализовывать, что-то делать, а я не хочу. Вот вы как будто бы не хотите услышать себя, вы боитесь вот именно своего внутреннего голоса, а вас наполнит тишина, да, она уберёт вот эти лишние шумы. Да, они появятся, но вы сможете тогда очистить, отфильтровать, да, то, что вам не нужно. Вот здесь вот какие-то шумы, какие-то помехи, да, а хочется тишины, послушать тишины для того, чтобы действительно наполнить, чтобы услышать мелодию. А вы слышите какофонию того, что происходит, и внешне это отражается, то есть какая-то суета, непонятная бессмысленница, нет ценности того, что происходит. Здесь хочется какой-то, вы знаете, структурности и многоголосья, как в оркестре, да, каждый исполняет свою партию, но при этом есть гармония вот этого вот унисона. Исполняя каждую свою партию, да, будучи каждой индивидуальностью, вместе получается вот это вот единение, и вы это сможете услышать. Но пока вы убегаете от этого, пока вы, вы как будто бы боитесь, да, но понимаете, что то, что сейчас происходит, это вас больше разрушает, да, вот это вот. Вы уже устаете в какой-то степени, здесь еще и по умеенности, да, от суеты вот этих вот всех дел, которые с вами случаются. Здесь такое ощущение, что вы устали от того, чтобы с вами что-то случалось. Хочется уже, чтобы вы что-то создавали, чтобы те результаты, которые вы когда-то вкладывали, что-то делали, чтобы они уже давали вклады. Долгое время здесь нету каких-то пудов, что-то уже долгое время все зависает и ничего не происходит. А не происходит как раз потому, что вам не хватает ясности, вам не хватает пересмотра и какой-то структурности. Хорошо, какие шаги мне необходимо принять? Вот так вот сюда поставлю, немножко надо, что-то не тянется. К вопросу, да. Какие шаги вам необходимо принять? Так, справедливость говорит Таро-шаманок. Итус Мечей говорит Эпическое Таро. Какие шаги, да, необходимо принять? Ну, во-первых, Таро, Эпическое Таро говорит о том, что вам необходимо принять, быть как-то более решительным, быть настойчивым. Понимайте, что любой инструмент, и в данном случае меч, это лишь инструмент, от которого зависит, скорее всего, не от него зависит, а от вас зависит, как вы будете пользоваться. То есть, мечом можно убить, мечом можно что-то порезать для того, чтобы что-то съесть, да, либо сделать, произвести какое-то хирургическое вмешательство для исцеления чего-либо. То есть, то, как вы смотрите на вещи, является как раз-таки и результатом того, что с вами происходит. Если вас не удовлетворяет та ситуация, тот результат, который вы получаете, это лишь показатель того, что вы некорректно использовали тот или иной инструмент. То есть, у всего есть, у каждой медали есть две стороны. Вот на какой вы посмотрите, такое будет. И здесь вот как раз-таки такие шаги необходимо принять. Увидеть иную сторону, другую сторону медали для того, чтобы принять правильное решение. Не для того, чтобы выбрать противоположное, а для того, чтобы, увидев одну, в которой вы находились, и увидев то, чего вы лишаетесь, найти золотую середину, да. То есть, правильное применение данного инструмента, что и говорит нам как раз-таки и аркан справедливости второго шамана. То есть, взвесить то, что говорит ум и то, что говорит сердце, и найти золотую середину, основываясь и на логических каких-то суждениях, и при этом не забывать прислушиваться к своей интуиции. Здесь нужно уметь... Кто-то мне здесь, либо вам что-то шепчет. Уметь быть более решительным и двигаться вперед, знаете, вот именно на основе каких-то собственных суждений, не на основе чужих, на основе своего собственного опыта, на основе своих собственных взглядов. Но они не должны быть однобокими. Здесь вот ощущение такое, знаете, некой такой однобокостью, однообразия, монотонности какой-то, да. Вот хочется большего, большего, шире, ярче, разнообразие. Что-то такое. Что придаст мне уверенности и силы? Умение опросить помощь, раз. Увидеть свои страхи, найти в них ресурс. Делать то, чего вы боитесь. Перестать себя накручивать, спугать, да. Наоборот, как-то вот вам не хватает какой-то созидательности, позитива не хватает. Я вот могу предположить, что даже если выпала и аркан повешенного, вот эта вот жертва уже говорит о том, что как-то вот вы смотрите на вещи достаточно негативно. А вам нужно больше позитива, больше азарта, больше красок, яркости. Вот огня не хватает. Вот говорю огня, и вы пол колесничий, да. В аппическом таро здесь суть аркана говорит о том, что продолжайте двигаться вперед, и вы будете победителем. Но на своем пути не бойтесь встретиться со своими страхами, и даже тогда, когда у вас будет просыпаться ваш эгоизм, все равно продолжайте двигаться. То есть невзирая ни на что, просто двигайтесь, приняли решение, и двигайтесь в соответствии принятого решения. То есть не... вас ничего не должно сбивать с вашего пути, вас ничего не должно отвлекать, да. Вот здесь такое, знаете, причем скорость, она здесь важна в контексте того, чтобы вас не сбили с панталыка, чтобы вас не сбили с вашего пути. Вот пришла какая-то идея, просто ее реализуйте, потом будете решать, что и как, и почему. Ну вот здесь вот очень, возможно, много думаете, думаете, и в конечном итоге теряете нужный момент, да. Все должно происходить вовремя, а так долго думаете, так долго взвешиваете, решаетесь, что когда уже решились, уже как-то и не очень-то и нужно. Вот, и вот здесь вот ум в контексте эго, да, то есть приняли решение, и начинаем двигаться. Пока не дойдем до результата, ничего нас нашего пути не должно столкнуть. Хорошо, это предоставит вам силы и уверенность. Страхов много. В чем заключен скрытый потенциал? Императрица. А здесь что выпадает? А здесь повешено, представляете, как-то венесон звучат. Звучат. Здесь потенциал в вашем развитии, потенциал в вашем росте, потенциал в вашей любви к жизни. Вот очень чувствительные, да, люди, которые боятся. А вот здесь вот у тебя такая энергия, да, знаете, как заяц. Он вроде бы, либо как кролик, да, он вроде бы боится, но при этом размножается, да, то есть очень, ну, большое потомство, да, много зачат у него есть. То есть вот этот вот некий такой парадокс, с одной стороны, боюсь, и казалось бы, если я боюсь, да, за свою жизнь, я тоже боялась и за жизнь своего потомства, и я не буду ничего делать, да, чтобы мне... А тут получается и очень... Чем больше боишься, тем больше каких-то вот возможностей, да, есть у этого потенциала, есть у этого человека. И вот здесь вот ваш крытый потенциал как раз-таки связан именно, возможно, с материнством, да, возможно, с каким-то преумножением, рождением чего-то, да, наслаждением, удовольствием. Здесь нарисован волк, который является преданным проводником для императрицы. Здесь есть и журавль, тот, который приносит новые возможности, кроме того, что олицетворение, материнство. Есть также изображена змея как мудрость, как знание, как правильно поступать, и чаша, в которой есть украшение, то есть как результат. То есть императрица здесь очень красивая, я люблю этот аркан, смотрите, какая красивая такая женщина, божественная, красивая, но огненными молодцами. То есть та, которая умеет наслаждаться жизнью, да, понимает вкус. То есть вот императрица – это любовь, но любовь не безграничная, а здесь именно любовь плотская от удовольствия, от наслаждения, от получения, реализации своих собственных желаний. Здесь у вас очень огромный потенциал, причем потенциал не только на рождение чего-то нового, а еще и на преумножение того, что у вас есть. И вот просто из того, что вы его не реализовываете, свой потенциал, очень много страхов, поэтому и суетимся, поэтому и занимаемся не тем, чем нужно, да, чтобы как-то не обращать внимания на то, что а силы-то есть для чего-то другого, да. Я не знаю, здесь вот прям идет такая картинка, что, допустим, я прирожденный какой-то спортсмен, но из-за того, что я как-то боюсь и не уверен, я не могу заниматься спортом, мне не хватает сил, а внутри потенциал есть заняться этим. И я начинаю там, я не знаю, как-то агрессировать, выплескивать эту вот энергию, которая должен был, может быть, здесь еще и подавленные какие-то эмоции тоже есть, может быть, иногда у вас бывает какая-то вспышки ярости, какой-то вот агрессии, потому что потенциал у вас достаточно большой. С другой стороны, здесь по повешенному ваш потенциал, он как раз-таки и говорит о связи с самим собой, да, то есть умение слушать себя, у вас есть связь с высшими силами, умение смотреть на вещи иначе, не так, как все, да, то есть другим углом у вас есть этот навык соединения, причем повешенные, и императрица имеет напрямую связь в классической колоде Райбера у императрицы на короне 12 звездок, 12 знаков зодиака, отсылка к 12 аркану повешенного, да, то есть прямая связь, это самый такой духовный с одной стороны знак аркан второго, да, повешенный, то есть связь неба и земли. С другой стороны, императрица это очень земной аркан, архетип рождения, да, женщина, которая дает рождение, причем повешенный как раз-таки нарисован именно таким образом, как происходит рождение детей, головой вниз. То есть есть еще связь с тем, с небесами, откуда человек пришел, и у вас есть вот эта вот, знаете, позиция в дальнейшем, человек переворачивается, да, с головы на ноги, не начинает ходить. То есть здесь есть связь, у вас есть духовность, то есть вы можете заземлять любую информацию, да, у вас есть понимание, у вас есть знания, но вы не можете их реализовать, да, вы не знаете, как проявить себя, потому что не уверены в себе, да, потому что боитесь, потому что слишком зависим от мнения других людей. Здесь, может быть, еще и какие-то детские страхи, да, идут сценарии. Хорошо. Что мне нужно, чтобы почувствовать себя счастливым? Вот я и сказала «Огненность», да, будто рыцарь костей, рыцарь жезлов, да, в классике, причем, смотрите, очень интересная отрисовка, маленький мальчик, да, сел на огненного змея. То есть смысл того, что рыцарь – это человек, который хочет получать опыт, да, то есть он хочет совершать действия, причем действия такие необдуманные, детские, да, только вот они в самом начале, то есть рыцарь – это тот архетип, когда он уже не ребенок, тот, который только получил знания, а он уже хочет это воплощать в действие, но при этом он еще недостаточно зрел, нету опыта. В данной аркане речь идет, здесь огненный красный змей, да, красный цвет олицетворения, олицетворение, ассоциация, связь с планетой Арису, да, с воинственностью, то есть здесь не хватает огня, здесь не хватает риска, здесь не хватает авантюризма, здесь не хватает вот этого, знаете, красный змей, который искушает, который говорит «Попробуй, сделай». Вот здесь вот не хватает вот этого огня искры, которая зажигается внутри вас, чтобы что-то совершать, какие-то действия, да, не хватает движения, драйва вам не хватает. И вот это вот поможет вам почувствовать себя счастливой, знаете, вот как-то вот, давай я попробую, игры не хватает, игры. Причем, знаете, такого вот что-то позитивного, задора. Вот жизни не хватает, ну, конечно же, боимся, а здесь выпадает, что поможет почувствовать себя счастливой, да, здесь выпадает у нас кольцо фортуны, говорящие о том, что процессы уже запущены, перемены. Перемены пошли, но вам нужно быть центрированным, да, для того, чтобы что-то случилось, то нужно быть, ну, запустились, быть центрированным, то есть помнить о своей цели, то, что вы хотите, да, слушать себя, быть в центре самого себя. То есть перемены, они будут, они, вы уже запустили этот процесс, нужно просто быть, знаете, не то, чтобы вас мотало туда-сюда и выбрасывало в разные ситуации, сегодня хочу это, потом хочу то, потом хочу пятое, потом хочу десятое, и каждый раз как будто бы вы предаете себя. А вам нужно быть в центре себя и понимать, да, колесо закрутится, придет то, что я хочу, всему свое время, да, я просто буду действовать, продолжать действовать. Вот здесь не оставляет меня в покое вот это вот ощущение некой вашей неуверенности, неуверенности в себе. Вот хочется, так сказать, расправь плечи, раскрой свои крылья и просто доверься полету, прыгни, рискни, сделай шаг в бездну, а там что будет. То есть ты ради вот этого вот шага вперед, страх сделать шаг вперед, стоит попробовать. Свобода не хватает какой-то вот такого, воскомбы. Хорошо, а какие качества необходимо себе взрослеть, взрастить на данном этапе вашей жизни? Уже заговариваю, что говорю долго. Какие качества вам необходимо взрастить? Так, здесь у нас выпадает туз луков, да, здесь туз мечей, то есть какой-то, знаете, цели, какого-то цели, полагания. Вам не хватает какой-то конкретики, ясности, да, то есть направления, чуткого понимания направления, куда вы двигаетесь, что вы делаете. Вот именно какой-то вот структурности, да, четко видеть, либо прописывать себе как-то цели. Вот вы, вот у меня такое ощущение, что вы больше творческий такой человек, да, модный. Вам не хватает ничевости, то есть не хватает, кроме того, что как не хватает коммуникации, здесь еще не хватает какой-то, знаете, вот мишень себе поставить, да, и сказать, что для того, чтобы я попал вот в это яблочко, да, мне надо что-то совершить, сделать. Но при этом, ну, то есть взять лук, взять стрелы, но при этом я не теряю из своего обзора вот эту вот мишень, вот эту десятку, куда я хочу попасть. То есть я четко вижу цель, да, я знаю, куда я должен ударить, чтобы попасть. Почему лучше чешется? Вот знаете, психосоматика лучше, почему чешется, да, с одной стороны, это не то, что я услышу, а это то, что вы слышите, да, вы и о себе говорите не очень лестно, и о вас говорят очень много. Не то, что лестно, не лестно, а вообще о вас очень много говорят, очень... Ну, не знаю, не могу, старалась найти перевод слова с греческого на русский, не могла сделать перевод. Оставим так, говорят, вот о вас очень много говорят, и вы о себе не очень хорошо говорите, отзываетесь, ну, то есть как показатель неуверенности, не веры в себя, и не зная своей ценности. И вот вам нужно быть более таким ясным и понятным, да, вообще по жизни, не только в своих целях, а вообще быть пожизненно ясным и понятным. То есть больше слушать себя и свои желания, то, что вы хотите, и в любой момент, когда что-то с вами происходит, вы должны понимать, я создал это, потому что я этого хотел, да, ну, то есть незнание я не удержусь сейчас здесь, если где-нибудь еще и маг выпадет. Знание своих целей, своих желаний, да, что вы хотите, и в соответствии с этим двигаться. Здесь такое ощущение, как будто вот вас балдает, как в центрифуге, да, вот туда-сюда, где, ну, вот, как-то вот какое-то пространство вас туда-сюда мотает, потому что нету, это как это, в комнате без гравитации, да, вот вы туда летаете, сюда летаете, вот в этой трубе. Стоит только отключить эту невесомость, да, и вас гравитация сразу втягивает. Не хватает вот этой какой-то заземленности, да, конкретики, гравитации. Это с одной стороны, вам надо это взрастить, а с другой стороны, знаете, вот здесь по четверке книг, здесь есть такая некая стабильность, которая говорит о том, что девушка здесь идет по улице и читает книгу, что когда-то эти, ну, вот то, что она читала, да, эти идеи, эти картинки, которые рисовались у нее в голове, они ее вдохновляли. Но сейчас произошло какая-то вот некая, не то, что негатив, а происходит то, что вот настолько она зачиталась этими книжками, да, что вот то, что когда-то ее воодушевляло, да, вдохновляло, вдохновляло, она начинает этим управлять, да, управляет ей. То есть она уже не смотрит по сторонам, она уже не видит, что есть и другие книги, что есть и другие возможности, есть и другие шансы. Вот она идет, она сконцентрирована на какой-то своей книге, она погрузилась полностью. Вот здесь вот включенность, да, вот в какие-то свои фантазии, в какие-то свои размышления и теряется контакт с реальностью, вы не замечаете другие возможности, потому что вы растворяетесь в том, что вас наполняет, только в том, что вам приносит удовольствие, и в этом есть какое-то вот ограничение, да, то есть ограничение в чем заключается, в однобокости, то есть она выбирает какой-то один определенный жанр, который не нравится в своих чтениях, да, например, там фэнтези, ну, коль здесь стиль такой, вот, и, например, теряет возможности от того, чтобы почитать какой-то детектив, либо какой-то историческая книга, то есть здесь вот это развитие, оно идет какое-то однобогое, то есть с одной стороны, да, есть удовольствие, есть наслаждение, но с другой стороны, мы теряем какие-то другие шансы, да, то есть здесь ограничение вне видения разнообразия мира, задача увидеть мир как можно шире, как можно больше, то есть впустить себя как можно больше, разнообразнее, каких-то раздражителей внешних, чтобы наши рецепторы работают, чтобы не было так, что у нас работает только зрение, да, и при этом мы не обращаем внимания на какие-то вкусовые количества, да, либо у нас работает только слух, и больше акцент мы делаем на это, а все остальное у нас как-то атрофируется. То есть для того, чтобы организм работал полностью, должны работать все мышцы группы, пускай они не одновременно работают, но работают, последовательно, но работают. То есть, ладно, так оставим. Хорошо, моя слабая сторона и в чем ее ресурс для меня? Ну вот как раз, а здесь выпала четверка педагли, да, то есть здесь выпала четверка книг, четверка жезл, а здесь выпадает четверка педагли. Здесь в чем ваш ресурс? В вашей слабой стороне. Ну вот слабая сторона ваша в том, что вы когда-то чего-то достигли в своей жизни и на этом остановились, да, и боитесь это потерять. То есть здесь страх потери, страх потерять то, чего я уже когда-то имел, то, чего когда-то я уже достиг. Здесь могут быть как ваши взгляды, да, на мир. То есть я когда-то что-то узнал, все, я не подвергаю это никакого сомнения. То есть для меня это является уже аксиома, все, какая-то некая такая константа, которая не изменяется. И в этом есть ваша слабость, конечно, потому что нет изменений, да, нет дальнейшего роста. А с другой стороны, в этом есть ваш ресурс в контексте постоянности. То есть вы надежны, вы верны, на вас можно положиться. То есть от вас нет вот этих вот отжиданий каких-то непредсказуемости, что что-то такое произойдет. Я потом не знаю, ну, как взаимодействовать с этим человеком. То есть вы достаточно понятны, вы достаточно просты и предсказуемы. И в этом тоже, вот в этом постоянстве, да, может быть даже вы и в отношениях все время находите какие-то долгосрочные, да, ничего в принципе не меняете. Может быть в своем образе ничего не меняете, вы запоминаетесь таким, каким запоминаетесь. И через даже независимо, сколько времени пройдет, вас легко вспомнить, потому что, ну, нет каких-то перемен. Я улыбаюсь почему-то, потому что у меня был один персонаж в моей жизни. Мы долгое время с ним не общались. Когда после встретились, он попросил мой телефон, и он был удивлен, что столько лет, и ты не меняешь свой номер телефона. То есть я помню, как он говорит о том, что вот меня всегда удивляли люди, которые не меняются, да, то есть не меняют свой, например, номер телефона. Как так? Ну, люди, которые постоянно меняются, они удивляются тем людям, которые статичны. А те, которые статичны, они удивляются как раз и противоположностям. Ну, это естественный, мне кажется, такой процесс. И здесь вот минус ваш, вот вашей стабильности, да, сила вашей вот этой вот стабильности в том, что вы понятны, известны, надежны, и на вас можно положиться, да. С другой стороны, здесь восьмерка, восьмерка жеслов, которая, восьмерка книг, да, которая говорит о том, что процессы запущены, просто не мешайте. Не мешайте. Вот у вас, знаете, здесь еще может быть такое вот, то, что я говорила ранее, да, в этом краске ваш минус, что вы очень быстро меняете. Вот, с одной стороны, вы постоянная, а с другой стороны, непостоянная в том, что, а, я это хочу. То есть, вот, как бы так сказать. Допустим, вы говорите, я хочу мороженое, да, вам человек говорит, ой, мне лень идти, там, я не знаю, магазин, либо еще что-то. Ну, и вы, нафиг, я тебе в другой раз привык. И вы сразу, а, ну, ладно, тогда я не хочу. То есть, как, вроде бы, минуту назад хотела, а теперь за того, что вот другое мнение повлияло на вас, как-то вот вы перехотели. Вот здесь вот быстрое такое вот переменное, и вам говорят, что захотите что-то одно конкретное, да, вот в этом должен быть ваш плюс, вашей слабой стороны. То есть, захотели и оставьте, да, то есть, не надо менять мнение, а просто оставьте, пусть этот процесс запущен, он даст свои плоды. Дайте просто этому времени, не мешайте, отойдите в сторонку, занимайтесь своим делом. То есть, вы сказали свое мнение, и отойдите в сторону, куда пускай это вот будет, ну, развиваться. Здесь вот такое. И в чем же ваша сильная сторона? Смотрите, и в чем ресурс ее для меня? Вот я не случайно интуитивно считывала, когда делала ранний рассказ, прежде чем около арканной каратрицы, у меня мысль была о том, что ваша чувствительность, вот ваша сильная сторона – это ваш эмоциональный фон, да, это ваша такая, знаете, некая пассивность, некое такое спокойствие, да, принятие эмоциональности, умение сопереживать, умение вот как-то воображать, фантазировать. И вот это вот ваша чувствительность, опять-таки смотрите, как интересно, это ваша сильная сторона, да, но она может слышаться как минус. Ну, то есть вот ваша мягкость, ваша податливость, очень сильно развитая интуиция, да, и вот тонкий план вообще, эфир – это вот ваше. И здесь ваша сильная сторона как раз-таки в умении любить, если так можно сказать, да. Но, знаете, здесь такое ощущение, что независимо, вот вы действительно по-настоящему можете любить. То есть вы можете даже быть в расставании с человеком, да, вас могут предать, вас могут обидеть, но все равно вот ваше мнение, да, не то, что ваше мнение, а ваши чувства, они не меняются. То есть они здесь есть какая-то вот стабильность, такая вот, то, когда, если вы полюбите кого-то, да, это будет надолго, независимо того, будете вы дальше продолжать с этим человеком отношения, либо не будете, но вот ваша любовь, то есть вы можете даже себя ранить, вас могут предать, но ваши чувства по отношению к человеку, они не меняются. Потому что на самом деле вы проникаете очень глубоко в уши другого человека, и вы, скорее всего, видите не саму личность, а именно вот эту вот душу человека, вот эта вот прекрасная, то самое неуязвимое, тонкое, что есть в каждом, и что очень хорошо скрывается за масками других людей. И вот именно это является, с одной стороны, это плюс, потому что вы умеете чувствовать, вы хороший психолог, так скажем, да, вы умеете любить других людей, и в вашей любви есть ваш ресурс, потому что вы наполняетесь эмоционально, то есть для вас эмоциональный фон, он очень важен, эмоциональный интеллект у вас достаточно высоко развит. Вы в этом находите какой-то вот свой, знаете, потенциал, потому что когда вы наполнены эмоционально, вы воодушевлены, вы можете что-то создавать, вы можете творить, вы можете двигаться. А с другой стороны, это может быть и минусом в тот момент, когда вас кто-то ранит, вы обижены, вы закрываетесь, вам больно, и уже и жизнь не мила, и ничего я делать не хочу. То есть вы действительно, не хочется сказать, зависимы от своих эмоций, но если вы не научитесь ими управлять, то есть если вы не сделаете их своей силой, то если вы научитесь действительно управлять своими эмоциями, понимать свои эмоции, для вас вы будете вот просто непобедимым человеком. А если эмоции будут вами одолевать, то здесь ваш путь по жизни, он будет достаточно сложным. Вы будете очень много переживать, вас будут предавать, вас будут, вам будут разбивать ваше сердце. Но при этом, вот исходя из вашего характера, вы все равно не сломаетесь, понимаете. Вы, что бы с вами ни происходило, все равно будете находить в себе силы как-то двигаться дальше. В этом ваша сила. Вот здесь так интересно, да, как будто бы в ваших слабых сторонах я увидела больше силы, нежели слабости. А в ваших сильных сторонах больше некой такой слабости. Ну вот я говорила ранее же о тузе мечей, помните о том, что инструмент один, а как вы им пользуетесь, да, будет зависеть от вас, и как следствие, какой результат вы будете получать. Поэтому, но здесь очень такая чувствительная личность, достаточно эмоциональная, очень такая яркая, светящаяся. Ну вот приятная энергия, здесь больше какая-то такая женственная, да. Если первые были какие-то больше мужские, такие огненные энергии, то здесь наоборот больше какая-то вот уравновешенность, пассивность. То есть там не хватало наоборот спокойствия, а здесь вам не хватает наоборот некой такой активности, да, чтобы вот хочется воду немножечко подогреть, чтобы начала она кипеть, чтобы лед растаял, растопил. Вот такая вот у нас была с вами вторая позиция. Я не знаю, сколько часов я буду грузить этот расклад. Но, как говорится, слово не воробей, да, сказал, уже все обратно не возьмешь. Вот, надо было все-таки делать, когда такие много вопросов, да, на одну позицию. Ну, в любом случае, я надеюсь, у вас хватит терпения и сил просмотреть расклад до конца. Я с вами прощаюсь до новых раскладов. Не забывайте ставить лайки, либо дизлайки, писать свои комментарии, делиться своими историями, своими инсайтами, своими мыслями. Жду вас в пятницу на раскладе про отношения. Всем прощаюсь, пока-пока.